добрый день вас приветствует детская клиника европейского медицинского центра меня зовут игорь пушкарёв я врач педиатр детской клиники и сегодня тема нашего разговора летний отдых как провести его максимально полезно максимально эффективно максимально безопасно уверен что большая часть того о чем будем говорить вам известно но даже если я буду полезен в каких-то деталях мне кажется это будет замечательно вот ну все мы ждем тепла надеюсь что она вот-вот придет уже останется с нами поэтому в первую очередь конечно хочется призвать в это чудесное летнее время максимально проводить на свежем воздухе в активности есть великолепная возможность в эти летние теплые месяцы чему-то новому научиться бегать прыгать лазать ездить на велосипеде на самокате на роликах обзавестись новыми друзьями к сожалению жизнь наша такова что очень много сидячего образа жизни и очень сильно мы вовлечены в использование гаджетов и зачастую и нам и нашим детям что более грустно виртуальный мир представляется даже более интересным более увлекательным чем реальная жизнь поэтому хочется попытаться их отвлечь от этого мира и немножечко показать им что же такое реальный мир порой наверное даже надо выгнать на улицу чтобы как-то это простимулировать ну хорошо если родители с ними будут выходить и точно также участвовать в их активностях я думаю что это полезно и тем и другим и пример взрослых всегда всегда остается положительным моря нам наверное в этом сезоне достаются не с очень интенсивной инсоляции но все равно если есть у вас возможность выехать куда-то на море я бы конечно только за неделю-другую провести на море сменить обстановку это тоже положительно влияет на все и на эмоциональное и на физическое состояние людей детей особенности наверное самый частые задаваемый такой вопрос при отъезде куда они либо это что взять с собой из лекарственных препаратов чтобы чувствовать себя спокойно я ни в коем случае не призываю с собой брать какой-то чемодан лекарств все-таки мы едем действительно отдыхать мы едем получать удовольствие а не лечиться но здесь совершенно согласен что определенный минимум лекарственных препаратов целесообразно с собой иметь опять же надо исходить из реальной ситуации что чаще всего у детей бывает когда мы можем реально быстро помочь им повышается температура поэтому в ряде случаев она требует снижения чтобы облегчить самочувствие ребенку и какие-то препараты парацетамола и бупрофена полезно иметь с собой хочу напомнить что эти препараты тоже следует использовать в рекомендуемой дозировки не превышать ни разовую дозу не суточную дозу безопасных препаратов не бывает и тоже даже лихорадка не всегда требует их применения вот но внимательно посоветуйтесь с доктором или ознакомьтесь инструкции прежде чем применять их но тем не менее они целесообразны что еще у детей наиболее часто бывает ну при респираторных инфекциях это острый назофаренгит не могут они не спать комфортно не есть комфортно поэтому какие-то физиологические растворы назальные спреи капли тоже в аптечке должны быть если вдруг что вы всегда можете промыть носик освободить дыхательные пути уже ребенку будет комфортно и поспать и поесть и чувствовать себя будет гораздо лучше потом аллергические реакции наверное новая какая-то страна новый климат новая еда все может случиться аллергия тоже внезапная зачастую ситуация какие-то антигистаминные препараты опять же посоветовавшись с доктором целесообразно иметь с собой часто в южных странах на курортах нас посещают желудочно-кишечные расстройства опять же наверное здесь не нужен целый список препаратов давно достаточно будет иметь собой некие энтеросорбенты может быть биопрепараты зачастую этого достаточно чтобы помочь при любой там диареи функциональной вирусной любой иной ну и не забывать если уж мы коснулись диарейного какого-то синдрома и температуры не забывать что первое что вы можете вообще сделать и что наиболее эффективно при этих ситуациях это достаточно питье ребенку пить надо много выпаивать побольше это уже будет большая помощь вот что касается наверное аптечки ну да и наверное поскольку это лето и мы ведем активный образ жизни какие-то ссадины мелкие травмы могут быть тоже вы всегда можете помочь обработав эту ссадину имея под рукой обычный антисептик типа там мермистина бетадина соответственно пластыри какие-то вот такие вещи пожалуй более собой брать ничего не стоит потому что все все что необходимо для первой помощи у вас уже под рукой чтобы не случилось вы можете помочь ребенку убедиться что он в безопасности что ему комфортно и дальше уже искать если она понадобится какая-то профессиональная помощь связавшись там с доктором либо по месту пребывания либо со своим лечащим врачом который возможно с вами на связи вот пожалуй в отношении аптечки все если мы коснулись темы моря то наверное тоже хочется упомянуть такую вещь что о правилах безопасного поведения на воде на море всегда всегда держите взгляд на ребенке на вашем близком который находится на воде или у воды это важно потому что утопление это всегда очень тихий и спокойный процесс к сожалению тонущий человек никогда не кричит тону на помощь помогите это бывает только в кино в реальной жизни все абсолютно наоборот говорят что вы даже можете не заметить рядом с собой что человеку плохо что он тонет что ему требуется помощь хотя вы находитесь непосредственной близости поэтому внимательно наблюдайте внимательно держите всегда в поле зрения ваших близких на воде если вы замечаете какое-то необычное поведение что-то не так даже если вам кажется возможно нужна помощь будьте всегда начеку в этом плане вот наверное что касается аптечки основных аспектов какого-то летнего отдыха все если у вас есть вопросы задавайте я постараюсь на них максимально детально ответить пожалуй наверное это основное что хотелось бы сказать ну в каких случаях обращаться к врачу ну если допустим какая-то травма да опять же что вы можете сделать сами и когда нужно обращаться к врачу допустим травма случилась не знаю какая-то рана кровоточащие в первую очередь вам нужно остановить кровотечение любое кровотечение практически любой останавливается обыкновенной давящей повязкой то есть вам нужно взять какую-то чистую ткань не обязательно это должно быть что-то стерильное полотенце и прижать кровоточащие место минут на десять не отнимая повязки за это время это время достаточно чтобы в сосудиках сформировались тромбы кровотечение остановится но и затем вы конечно обращаетесь любая травма наверное требует обращения температура как дебют любой вирусной там респираторной кишечной инфекции это не всегда повод для обращения но если вы видите что вам не удается ее контролировать что ребенок очень вялый что он отказывается пить или случае желудочно-кишечной инфекции у вас не получается выпаивать ребенка вы ему даете воду его постоянно безудержно рвет он теряет жидкость то есть неэффективны ваши какие-то меры это тоже требует обращения к врачу иногда может потребоваться и какие-то процедуры медицинские чтобы быстренько помочь восполнить дефицит жидкости остановить эту рвоту если она уже не эффективно и наносит вред и дальше вы уже будете спокойно выздоравливать своими силами будучи уверенными что все под контролем какие-то ситуации медицинские которые вы сомневаетесь или не можете контролировать наверное вот в них следует в таких ситуациях следует искать помощь конечно но хочу сказать что детская клиника европейского медицинского центра работает круглосуточно где бы вы не находились в принципе врачи всегда на связи в случаях когда вы сомневаетесь сталкиваетесь с какой-то незнакомой ситуации с острым заболеванием в любое время суток вы можете связаться с нашими врачами и получить даже по телефону какую-то необходимую первую помощь рекомендации я думаю это тоже полезно